друзья я не знаю как вы но я готов ехать за качеством куда угодно хоть в другой конец города чем меня привлекает это сто это качество выполняемых работ отношения ко мне и к моей ласточки я много деобслуживался но такое лично я вижу впервые я приехал поменять масло фильтра а мне еще и машину помыли а также могу лично по присутствовать при выборе и заказе автозапчастей здесь решают любые проблемы которые могут возникнуть своим автомобилям газ бензин дизель от украинского тоурега до немецкого запорожца весь спектр услуг который может предоставить из того здесь все есть и поверь долго в очереди стоять ты не будешь потому что место здесь предостаточно рекомендую всем своим кентам а также и вам с т.о. full power motors ты спросишь а где найти такое чудесное сту а я тебе отвечу софиевская борчаговка фермерская 70 теперь моя ласточка полностью обслужена и помыта на единственном крытом в украине с т.о. друзья всем привет с вами бу быть добру этому видосу быть по любому хочу рассказать вам вкратце историю одного человека который написал мне в телеграм-канал он не написал как бы с такой просьба что он хочет бросить употреблять и бросить употреблять кайф он уже устал от этого ну понятно это каббала это мы об этом можно рассказывать долго потому что ну где есть вот это вот грязь там есть дно и в принципе ну это было не то что там что-то новое что человек хочет бросить я начал как бы вникать в его историю мне написывать и мы сразу начали думать чем мы ему можем быть помочь потому чем мы мы можем быть полезны у нас ранее если вы видели мы ранее там завозили там от своего канала и в другие реабилляционные центры и также мы рассказываем что мы можем как бы это как бы не наша заслуга мы как бы мостиком быть между там между там этим человеком и между реабилляционным центром мы знаем который но более там хорошие реабилляционные центра и которые нам не стыдно их советовать, мы только их рекомендуем этих ребят, которых мы вам показываем и вот человек написал мне и что меня зацепило я думал, ну я реально начал с ним общаться и я реально ну это вымирающий вид я удивился на чем он торчит это Ширева я думал на сегодняшний день уже таких не существует реально, вот честно я уже давно не видел, чтобы кто-то висел там на Ширеве, ну реально нету уже этого, он сам приехал с Кривого Рога, он уже здесь, мы его встретили и мало того, ну больше хочу сказать, что мы уже находимся в реабилитационном центре, который мы познакомим вас с этим реабилитационным центром в этом центре находятся наши друзья руководители этого центра и вот человек который приехал с Кривого Рога его зовут Виталий Виталик, приветствую Здорово Расскажи чуть-чуть о себе Сколько тебе лет? 37 Тебе 37 лет, ты сам родом с Кривого Рога С Кривого Рога Сколько ты употребляешь? Ну, с 18 лет я начал употреблять ну, грубо говоря, если так сложить все все мои годы, то больше 10 лет больше 10 лет это, ну, то есть употребление тяжелое в основном это Ширева был период, я даже сидел на тоне вот, еле-еле спрыгнул к нему больше не прикасался ну, Ширевом начал побаловаться и вот на данный момент сейчас нахожусь в торбе от Ширева А как вообще, ну, то есть, ну, как там там закладки продажи идет или как там, мне интересно просто Ну, нет, это старый, старый метод это разлив, это банка Ну, это подходишь вот так вот к барыге, да? Ну, это, это, ну, как сказать это просто систематично такая вот как бы ячейка, где стоят там шаровые стоят по углам ну, допустим, есть такое То есть стоит человек на разливе, да? Да, стоит с ракетой, вот там шари, там все, фух, все разбежались никого нету потому что там зашли мусора, там, ага, никого нету мусора ушли, все, все, опа, назад все там, все по точкам человек, опа, опять ракета и все, и дальше все продолжается Сколько стоит сейчас куб? 140 гривен 140 гривен У тебя дозняк какой? У меня где-то трешка, трешка плюс-минус, там 4, 2, бывает, ну, смотрят в зависимости от того, как они там наварят какое, короче, качество Ну, и зависимо, как твое состояние по бабкам если бабок нормально, то можно и 5 Можно и 5, да, можно и 6 Как всегда Ну, и, друзья, я не хочу рекламировать дела, ну, я просто Я хочу сказать, я когда увидел его Ну, вот, обратите внимание То есть, ну, человек может реально слиться с толпой И, в принципе, он не выделяется, как, ну, как нарик Ну, я бы не сказал бы Можно, если ты уже бывал, если ты уже общаешься Можно там определить по каким-то моментам Ну, я просто, я смотрю на тебя, есть чем сравнить, которые, ну, тебе там встречают, там, кто на меде висит, понял, кто на вот этих вот всех, там, у тебя розовые щеки даже Это, блин, я, опять же, не рекламирую эту грязь, потому что, ну, все равно это дно Это реально печально И вот, смотри, ты приехал сюда, у тебя, ты рассказывал, что у тебя мама, у тебя мама и брат И они не были в кульсе, что ты употребляешь Да, вышло так, что маме вообще я изначально сказал, что я еду работать, вот Ну, я уже сегодня ей позвонил, я ей признался, куда я поехал Ну, причем мама, как бы, мама меня, во-первых, поддержала, во-вторых, она сказала, я, в принципе, я догадывалась, куда ты едешь, вот Поэтому она мне пожелала, чтобы у меня все получилось Вот, брат тоже меня поддержал, брату я сразу сказал, по уезду, дабы он поддерживал маму, дабы вот это вот, ну, как бы, моменты, моменты дома, как бы, продолжались в нормальном русле, вот, пока меня нету А брат не употребляет? Брат не, не употребляет, ну, нормально, он живет с семейной жизнью, то есть у него все нормально, вот Ну, возможно, невозможно, скорее всего, этот видос увидит мама, может и... Сто процентов она увидит, я это знаю, сто процентов она увидит, и брат увидит, и люди, которые меня поддерживают, которые смотрят ваш канал, то есть, многие, очень многие мне говорили, ты ж там скажи, там мое имя главное Ну, я просто, я всем передаю привет, все, кто просили, я всем, всем спасибо за то, что поддерживаете меня, за то, что поддерживали, когда я уезжал, вот Все, все мне желали, ну, чтоб у меня по приезду был результат, вот так вот Ну, мы тебе тоже этого желаем, а какой результат ты ждешь? Я жду, то, что я отсюда выйду, вот, таким же львом, который там на заборе, вот, у них там То есть, я, я жду результат, что я больше, вот, выйдя за порог, вот этого реабилитационного центра, я уже больше никогда не вернусь к наркотикам Вот это вот для меня самое главное, то есть, приобрести трезвость, в первую очередь, сто процентов А вот расскажи, ну, что тебя побудило, ну, как ты долго смотришь нас, и что тебя побудило, вот, ну, нам написать, и не просто написать, ты мне просто начал таранить, ты меня начал домогаться в телеграме, ну, реально, вот, ну, вот, расскажи Ну, это, с хорошей стороны, да, мне кажется Ну, понятно, что нет, с плохой С моей стороны, с хорошей Да, с моей, ты просто, я просто помню, что ты меня начал закидывать, я говорю, ну, друг, я, я даже не, ну, там, твои длинные, там, голосовые, я не могу, потому что я занят Я потом приду и вечером прочитаю Да, да, было Я тебе ответил И, ну, что, ну, вот, как долго ты насмотришь? Смотрю я вас примерно где-то, ну, может, до года, до года Благодаря человеку, который, который меня, в принципе, вот, вчера провожал на На, на, да, да, на поезд, то есть, в путь, так сказать, вот, благодаря этому человеку Я чисто случайно с вами познакомился, то есть, мы с дружочком просто у него в кладовочке просто, там, ну, опускали по баночке Как зовут его? Юра, Юра, его зовут Вот, Юра, респект Вот, это самое Просто, вот, завелся разговор, там, какие-то, там, ха-ха-хи-хи, там, на кумаре, какие-то, там, культяпки И вот он мне начал рассказывать эти истории Ну, я как-то А потом, как-то, ну, что-то он там включил И вот с этого все началось Я вот один, раз-два, вот это все зацепило Вот эти вот все истории Это все, повествование вообще, ну, просто круто И я вот начал смотреть ваш канал И вот, ну, дошел до того, что, ну, вот, какие-то видосы мне начали попадаться Те, которые, ну, видосов, правда, очень много И вот начали попадаться видосы, где вы реально вот начинаете, ну, помогать людям И вот этот момент, меня просто, ну, я понял, что нужно Ну, как бы, кто стучится, тому откроют, так сказать Я понял, что мне нужнее, нужнее Потому что я реально хочу Ну, то есть, я реально хочу бросить Я реально хочу с этим покончить Вот, и ко всему прочему Ну, вы для меня, это очень большой мотиватор Я смотрел дачу, просмотрел все абсолютно То есть, ну, у меня таких дружочков нету С которыми я вот так вот мог бы взять, собраться там, втроем, четвером там, уехать Вот, поэтому я обратился к людям Я обратился к вам, как к экспертам уже То есть, вы, ну, вы профессионалы в этом плане Вы спрыгнули с этого Тем более, что, учитывая, что ты спрыгнул с метадона Вообще, ну, не сшириваешь Это вообще, ну, то есть, для меня это показатель Большой показатель Поэтому я, ну, как бы То есть, те наши видосы натолкнули на мысль, ну, трезвости, правильно? Чтобы, ну, завязать с этой всей движухой Чтобы завязать, да Чтобы завязать с этой движухой Чтобы вот именно, ну, вот эти вот То, что у вас есть возможность положить человека в реабилитационный центр Потому что, ну, учитывая, как живет наркоман Наркоман живет от, ну, то есть, от денег до денег То есть, вот, есть деньги, пошел, вложил То есть, отложить там и поехать куда-то на реабилитацию Ну, это Я бы хотел дополнить, друзья На самом деле, тебе очень повезло Ну, реально, очень повезло Потому что, ну, нам пишут И бывает очень много людей И я не знаю, каким образом оно проходит Такой отбор Как-то Ну, бывает, во-первых, ты общаешься с человеком И в первую очередь И хотелось бы видеть его намерение Знаешь, и когда ты начинаешь общаться И он уже начинает Ну, давайте завтра Давайте послезавтра Мне что понравилось в тебе Вот изначально Что Я тебе предложил Во-первых, ну, там, говорю, что надо ехать Это, ну, немедленно Ну, то есть, не затягивать Да, да Ты говоришь, все, окей Я беру билеты А вот с деньгами, я не знаю С деньгами я попробую найти на билет Я говорю, если надо деньги Мы тебя скинем на билет И ты не воспользовался этим Ты сам нашел деньги на билет Это, в принципе, ну, тоже показывает такие моменты Что человек хочет Если он хочет спрыгнуть Он будет искать любые способы И вот результат Он сейчас здесь, в Киеве Мы находимся на Софиевской Борчаговке В прекрасном реабилитационном центре Это понятно Ты расскажи, почему ему повезло Почему ему повезло Почему тебе повезло, как ты думаешь Ну, потому что, я же говорю Я именно Я же тебе сказал Ты же помнил Я сам, когда тебя прикуп скинул Почему ему повезло Ну, почему ему повезло Ну, братан Ну, почему ему повезло Ну, потому что не всем везет А ему почему повезло Ну, во-первых, я увидел его намерение Что он реально хочет Что он хочет реально спрыгнуть потому что мы место держали для кого это ну само собой вместо дома место держали и мы рассказывали ну ранее в видосе что это было там для человека у которого печально с ногами и мы позвонили мы разговаривали с этим центром и как бы место мы знали что будет но я еще раз я вот общался с виталиком и параллельно я все-таки позвонил уточнить у пацанов пацаны говорят вообще блин насколько люди мы вот общаемся с центрами насколько люди блин просто класс замечательные ребята отзывчивые которые ну вообще без вопросов не на там кто откуда это просто приезжайте конечно пацаны и ну вот она знаешь в течение всех ну там факторов которые ну звезды так сошлись я не знаю может тебя кто-то любит боженька знаешь может ну только будет понятно твои действия дальше к чему это приведет реально приведет она по-любому то что ты находишься здесь это уже класс а там будет дальше от тебя зависит как ты возьмешь это все просто я к чему что сейчас ведет люди начнут писать я и ну то есть надо потому чтобы мы дали ну понять что у нас не всегда есть возможность всех людей положить и очень много пишут людей которым мы просто бывает мы не можем помочь потому что нет мест был такой момент когда короче серый мне ну я написал сереге и был такой момент когда я прислал тебе 8 минут вот это одно из последних когда опять я прислал 8 минут звуковое я точно знаю что он его прослушал потому что он не сказал что вот ты короче зацепил меня своей искренностью вот вот этот вот момент как бы я я просто понял что я сломал вот эту стену ну как бы потому что реально ну реально я тебе говорю вообще но бывают бывают но не слышали там кино там голосовые до конца потому что пишут их и бывает но такая ересь несется что просто ну и да твой арендар твою голосовую прослушал до конца и меня реально это зацепило и мы очень бы хотели бы друзья иметь такую возможность чтобы мы могли вот так вот там через звонят там люди да приезжай вообще всем помочь мы к этому идем мы над этим работаем но к сожалению у нас нету такой возможности что имеем мы благодарим вообще что есть такая возможность что мы можем там хотя бы там в год одного человека если так вот через нас привести в реабилитационный центр это уже очень круто так что друзья выздоравливать можно в любых способов если вам где-то там если у нас не получилось это не говорит о том что все вам надо у вас типа все тупик ищите способов ищите пишите реабилитационным центром ребята есть и просто очень много хороших центров которые отзывчивые могут взять там и по какой-то маломайской цене договориться могут взять там на бесплатной основе просто надо пробивать вот как стены да если очень хочешь если сильно хочется то ну ничего не остановит любые преграды это просто ну кажется мелочи когда ты очень хочешь когда ты видишь результат уже который которому ты стремишься мы посмотрим на твой результат у тебя еще все впереди я я к тому что ну именно к вам достучаться я вот именно в этом это маленькие результаты уже маленький скажи у тебя образование этот специальность какая-то вообще чем ты по жизни занимался даде бабки добывал образование у меня средняя техническая то есть учился в техникуме учился я в училище то есть было такое шоу как бы менял специальность в техникуме я выпустился техник механик вот эта металлургия точно кривой рог как бы все связано в основном с металлургии нет по этой специальности я не работал потому что было нас в тот момент на завод было очень сложно попасть и я поменял свою специфику специальность на подземную то есть я проучился в еще в училище вот закончил среднее образование то есть это дополнительное вот второе образование у меня я машинист электровоза то есть я по этой специальности работал это подземная профессия работал в шахте вот ну я понял что это не моё вот поменял очень много работ работал на разных в разных сферах то есть занимался занимался всем тем где платили деньги так сказать и и экспедитором работал тоже серый и и грузчиком работал потом так случилось что меня взяли вообще без всяких документов меня взяли водителем погрузчика вот на стройку вот и учитывая то что как бы у меня не было никаких документов я их сделал пока я работал я их сделал там какие-то корочки и удостоверения то есть все что нужно было я сделал я стал машинистом электровой водителем погрузчика вот и в итоге я проработал на погрузчиках на разных в разных фирмах на разных сферах то есть и на вилочных на ковшевых то есть вот этим он занимался даже ездил даже в польшу ездил работал там на погрузчика а вот часы последнего еще вчера позавчера чем-то в данный ну это вот последнее время это вообще в принципе как бы когда я менял работы одна из моих работ было это мастер спутникового телевидения то есть это как мне было достаточно научиться этому и вот просто везде где есть антенны в основном там через одного всем нужно нужна услуга какая-то то есть по антеннам и вот мне было достаточно там 23 человека и все у меня уже на дозняк есть в чем прикол что я в основном вот эти два два спала наи года я в основном никого не обманывал то есть нет уж я не скажу же я вообще никого не обманывал это будет тоже не правда но вот так как я действовал там раньше то есть по добыче денег как я добавал деньги и как вот эти вот я как бы то есть такое знаешь как стабильная стабильный доход постоянный то есть каждый день ты знаешь у тебя там есть какая-то копейка ты вот ну шевелишь там и вот эта стабильность меня и стала пугать потому что приблизительно сколько ты в день шевелил 500 600 гривен когда карьер при этом отдавал на шире в половину 500 600 все ну конечно естественно там что-то там на водичку оставалось на сигаретки в принципе виталия я думаю мы до познакомили тебя с нашим зрителям мы еще приедем тебя покажем через какое-то время хотелось бы увидеть уже ну факт налицо результат в принципе нам все понятно все практически сценарий то же самое одинаковые все стандартно да все стандарт в единственных еще сказать ну натуре вымирающий вид я я сочту это за комплимент и вот он мне напоминает и бормана затоки друзья кто мне смотрит затоки ну вот реально посмотрите вот так вот в пробку вот так вот так боком блин вот реально короче ты мне напоминаешь этого типа у нас просто с ним тоже пошире вам и с ним выступали короче жесть да друзья все мы короче идем знакомить вас с руководителем реабилитационного центра погнали просим что он будет делать тут цветами да погнали вы его друзья знакомьтесь это виталий это наш хороший друг это руководитель реабилитационного центра еще один за кадром он не хочет показываться это но тоха мы тоже хотим тебе передать привет это тоже наш очень хороший друг благодаря которого мы привезли этого человека сюда на этот реабилитационный центр виталий расскажи нам пожалуйста ну зрителю нашу какой ну какой у реабилитационный центр какой во первых это условия комфортный дом где ребята вот прибывают непосредственно в доме в комфортабельном вот и первый этап это ну выйти так сказать из абстиненции да потому что ребята приезжают ломка это крики это какие-то непонятные истории физически до человек вот проходит этот этап и дальше уже идет работа на на уровне псих психологии то есть это групповая психотерапия где работают индивидуально психологи тренера консультанты вот и выводят человека в психологическое здоровье то есть это общение это письменные задания это спортивные мероприятия это тренер по йоге приходит вот большой бассейн у нас сауна то есть на по всем фронтам идет прокачка прокачка сфер до чтобы человек себя ну как-то вот поднял из того ада где он находился до в какой-то так метафоре сказать в свет на чтобы он немножко ощутил что можно жить ну по-другому да и вот на простом уровне вот правила детского сада ничего сложного проснулись застелили кроватку пошли на группу пообщались вот есть расписание вот и если человек это все как бы соблюдает все рекомендации и это тогда появляется вот шанс жить в трезвости и в радости и быть счастливым человеком вот ну это что касаемо а какая программа 12 шаг до 12 шаговая программа вот такая основа когда человек признает во первых что я зависимый я наркоман либо алкоголик и тогда если человек это искренне все признает себе тогда можно что-то ну найти и воспитать себе какое-то вот трезвое я так называемое что я трезвый человек я счастливый человек вот ну это тоже работал с отрицанием и вот программа двенадцати шаговая дает нам возможность увидеть в себе вот зависимую часть признать себе бессилия неуправляемость жизни и попробовать жить иначе наличный вопрос да ты сам употреблял или ты может по профессии нет я сам употреблял также употреблял ширку и после ширки уже перешел на так называемый метадон вот у меня опыт употребления тоже около десяти лет это около пяти не пяти где-то три года ширки употреблял и вот лет пять шесть употреблял уже метадон уличный метадон с помощью от реабилитационного центра трениров консультантов мне показали что есть путь более светлый да и можно жить по-другому я зацепился за этот шанс и за эту возможность и сейчас являюсь также тренером управляющим дома и также помогаю ребятам чтобы ребята ну как-то посмотрели что можно жить по-другому до своим примером показываю делюсь опытом и получается есть результаты ребята смотрят подражают и живут в счастье еще вопрос допустим если будут смотреть люди но по-любому будут смотреть у нас нас смотрят такие люди кто в употреблении еще как вас найти как вам можно попасть может у вас отбор какой-то или вообще ну вот эти вот условия какие-то ну как таковой отбор отбор это что по основной критерии критерии это желание если я хочу я хочу попробовать хотя бы хочу увидеть услышать почувствовать да можно приехать на консультацию к нам в центр мы открыты мы можем ну то есть просто даже пообщаться да вот если человек сомневается пока вот ну пообщаться показать условия познакомиться со специалистами вот мы находимся на софийской борщаговки вот там номер телефона я думаю мы оставим да так же сайт у нас есть вот и уже будьте кому там интересно переходите вот мы встретим покажем все расскажем уже непосредственно на платформе до реабилитационного центра как как называется международная антинаркотическая ассоциация вот киевская киевский филиал какие-то ограничения там пол возраст есть какие-то как таковых ограничений нет вот у нас есть и несовершеннолетние ребята вот проходят реабилитацию вот ну и 50 60 лет то есть есть и люди возрастной категории вот но в среднем это средний возраст это 20 25 30 лет это средний такой вот класс употребляющий вот в группе группе на так есть и несовершеннолетние несколько человек есть и более постарше люди у вас также и клиника в районе если не ошибаюсь этом по ну там алкоголь и алкоголь и за него по алкогольной зависимостью да мы сотрудники сотрудничаем с клиникой адамет тоже находится в киеве вот так же мы оставим какие-то вот ссылки да на клинику и можно вот как первый этап это клиника до второй этап это уже непосредственно чтобы трезвость была качественная и долгосрочная это через процесс реабилитации вот то есть еще такого доросы думаю смотри а сколько по времени плюс-минус у вас эта программа вот как бы работает насколько человек вот приехал зависимый и когда он уже вот может смело идти в социум как у вас это по вашим наблюдениям через сколько ну по нашим как мы работаем то есть человек находится вот шесть месяцев на базе стационара в реабилитационном центре вот это вот мы ему даем инструменты теорию вот после чего после шести месяцев человек начинает переходить на второй этап это дом адаптации что такое дом адаптации это человек вот живет ну как адаптируется к социума с их поддержкой с волонтерами передвигается посещает там спортивный зал вот там кинотеатр досуг какой-то вот там поездки на квадроциклах то есть человек знакомится с новыми эмоциями вот и соответственно с ним передвигаются волонтеры вот где он делится своими переживаниям своим новым опытом трезвости вот так человек обучается на эмоциональном уровне что такое трезвости как ее использовать чтобы жизнь была эффективна то есть в двух словах это вот шесть месяцев дом до стационара это вот такой штурм мозга можно сказать до информационный поток что такое зависимость как научиться жить в трезвости как поставить цели вот узнает человек узнает что то новое как и о себе так и и о дальнейшей до дальнейшей трезвости вот второй этап это практика это практика это передвижение по социуму это триггеры это увидел знакомого из прошлого это какие-то магазины где стоят алкоголь какие-то попадаются на полу закладки и с этим необходимо научиться жить как же жить и продолжать вот находиться в трезвости вот поэтому это второй этап сколько может длиться это тоже вот средняя рамка это 6 месяцев то есть 6 месяцев сада и 6 месяцев практики около года когда нужно на собой работать чтобы можно было уже выйти как бы в суд начать выходить в социум ну уже вот 6 месяцев от стационара и все равно второй этап это же уже выход в социум но только под присмотром да под присмотром ну и после 12 месяцев до человек уже как-то самостоятельно ну то есть планы там себе составляет цели там и может уже пробовать да пробовать свою свои инструменты трезвости вот то есть у него уже есть такой как встроенный навык до инструмент трезвость он может его качественно использовать для достижения каких-то целей там это учеба это работа это построение семьи это бизнес это свое дело то есть и ну вот так еще вопрос виталик вот который приехал с кривого рога он будет здесь находиться или в каком-то я знаю вас много дому ну это же не не один дом дом у нас есть несколько отделений это софийская борщаговка петропавловская борщаговка и село бобрица то есть у нас три отделения на территории киева да и то есть на данном этапе виталик будет находиться на софийской борщаговки в этом доме да будет ознакомливаться с ребятами с программой сотрудниками вот проживать там вот эти вот первые этапы абстиненции также с поддержкой ребят с помощью вот я думаю что он парень сильный есть свое желание что немаловажно да и приехал как бы с кривого рога то есть это уже так сказать как для меня да как для специалистов это уже 50 процентов победы то есть если человек сам как бы принял решение собрался нашел способы то есть у него есть потенциал как бы добиться результата вот время покажет да время покажет конечно хотел бы еще один вопрос и какие ну по какой проблеме учишься чаще всего в последнее время попадают в реабилитационный центр к вам ну сейчас вот по моему по моей практике это употребление люди приезжают с употреблением солей так называемых альфа пвп там и все вот эти прочие мефедрон там аналоги вот то есть и это но на самом деле но очень страшно потому что приезжают тут несовершеннолетние люди то есть это есть и такой там 12 лет 13 лет приезжать на консультации с родителями где там они родители находят этом от передозировок там то в подъездах то на улицах и не знает что делать то есть это очень страшно и и что такое печальное что от качества наркотика то есть ну человека вот уничтожает за 6 10 там 12 месяцев то есть человек просто превращается в какой-то такой овощ да что не соображает оторван от реальности вот если вот ребята приезжают там так называемая ширка да то смотришь на него и вроде бы как 20 лет человек употребляет и ну вроде бы как и не употребляет на что тяжело индифицировать что человек наркоман наркозависим и так далее то вот соль это да как бы психика страдает и человек просто уходит с ума от употребления и вот сейчас большую большая часть группы до который у нас находится это непосредственно вот люди которые употребляют соль мефедрон и вот такие аналоги амфетамина так называемого ну друзья ну в принципе мы оставим ссылочку этого прекрасного центра пишите если кто-то от нас тоже пишите что от нас говорите если есть мы берите своих детей если вот ну чтобы не попали дети в такую ситуацию потому что это сейчас очень большая угроза рынок заполнен очень сильно так что секунду от виталия один маленький совет какой-то вот родителям нашу обратить внимание если вдруг они вот ну употребляет ли их ребенок может их топор употребляет их ребенок но скорее всего это ребенок начинает уходить из дома то есть не ночевать дома то есть это агрессия мама отстань я не хочу разговаривать либо я я не хочу там ничего делать то есть человек закрывается в комнате вот либо прячется да там не открывает двери и так далее не берет телефоны то есть это один из таких простых критерий на уровне поведения что можно обращать внимание что что-то с моим ребенком не так вот то есть и после таких проявлений но я рекомендую уже действовать родителям потому что но времени очень мало если в семье появился наркотик такой как соль мефедрон то времени очень мало чтобы вот там оттягивать оттягивать а может быть она сама пройдет а может быть мой ребенок не употребляет наркотики я в это не верю вот он же такой хороший прекрасный и все прочее вот так называемое отрицание у родителей вот я еще раз повторюсь что наркотик соль он съедает человека вот за полгода это такое как бы взрослого да 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 то есть если только какие-то проявления агрессия какие-то пакетики дома появляются трубочки лампочки вот это все вот критерий того что человек курит так называемые вот эти вот мефедрон соль и все прочие вещества необходимо ну опять же первый этап это клиника после поездка на консультацию в реабилитационный центр и дальше уже действовать потому что риски очень велики до потерять жизнь и либо остаться но не совсем здравомыслящим человеком после употребления веществ то есть вам нужно я так понимаю позвонить и чуть шо проконсультироваться хотя бы как минимум если видят какие-то проявления в семье вот таких вот вещей виталий спасибо большое принципе я понимаю что ты можешь рассказывать об этих проблемах сутками так сказать но я думаю что мы еще приедем я не думаю мы по-любому еще приедем еще пообщаемся и посмотрим как виталика проходит выздоровление и вообще в дальнейшем будем общаться так что большое спасибо да друзья обращайтесь все мы вас обняли с вами бу будь добру